Следующий вопрос. Первое мнение заключается в том, что человек должен вставать, опираясь на две свои руки. И это мнение имама Зухри, также Макхуля, Умар ибн Абдалазиза, аля Узая, имама Малика, Шафия, Исхака, имама Ахмада в одном изрывается от него. И довод этих ученых, то есть с первой стороны, хадис Малика ибн Абдалазиза у имама Насаи. Описывая намаз посланника Аллаха, сказал Рассказать ли мне вам, как посланник Аллаха, совершал намаз? То есть люди, естественно, сказали, что расскажи, так или нет. Сегодня что бы люди сказали? Мне не надо, нам на работу надо, так или нет? Пад Абухилаба, говорит Абухилаба. Кто такой Абухилаба? То есть один из табиринов, которые присутствовали при этом, присутствовали при этом рассказе. То есть кто Малик ибн Афаэрис не просто рассказывал, а решил им показать, как в действии, как пророк, сказал, совершал намаз. Так вот Абухилаба увидел это и рассказывает. И когда Малик ибн Афаэрис поднимал свою голову со второго земного поклона, после первого ракаата, он сначала садился сидя, усаживался сидя, а затем встал, и при этом опирался на землю. При этом при вставании опирался на землю. То есть после сидения, когда он собирался встать, опёрся на что? На землю. И этот хадис не только у имама Насаи, а также у имама Бухари. Но слова имама Насаи более явные относительно нашего вопроса. Понятно или нет? У Бухари под номером 824. Это первое мнение в вопросе. Астане, второе мнение. То, что человек встаёт, опирается на стопы. То есть не опирается на что? На руки. Сразу встаёт. Говорит у Азал-Кауль Саха. И это мнение пришло с засоверными снадом от Ибн Масуда, а также Ибн Умара, а также Ибн Аббаса. То есть от всех троих подвижников это пришло с засоверными снадом. Как об этом уже говорилось относительно сидения на чём? Сидения отдыха. Почему от них такое пришло? Потому что они вообще не садились. Так или нет? Они сразу вставали. Они сразу вставали с земного поклона на следующий ракат. Таик. Говорит Уа-Кауль и это мнение имама Аннахай, также Суфьяна Саури, Абу Ханифы, Ахмада, и у второго мнения есть хадисы от пророка, саллаллаху алисаляму, относительно этого, но все они являются слабыми. Каил ибн Раджак, сказал Ибн Раджак, Ва-Фин Мугуд, Аля Судур Аль-Кадамейн, Ахадис Марфуа, Асаниду Алей-Сат-Кауи, И относительно того, чтобы вставать с земного поклона на следующий ракат, не опираясь на руки, но наоборот, опираясь на стопы, пришло много хадисов от пророка, саллаллаху алисаляму, точнее немного, а что пришли, говорит, хадисы от пророка, саллаллаху алисаляму, Асаниду Алей-Сат-Кауи, но и снады всех этих хадисов являются некрепкими, то есть имеют в виду слабыми. И только хадис, хадис Абюхурейра. И шейх Мухаммад Мизам сейчас перечислить некоторые из этих хадисов. Из этих хадисов говорит хадис Абюхурейра, который в имаме Тирмидии под номером 288. Хадис Абюхурейра говорит, Канан Абию, саллаллаху алисаляму, саллаллаху алисаляму, и ангаду аля судур адамыи. Пророк, саллаллаху алисаляму, в намазе опирался на что? На стопы, так или нет? То есть не вставал опираясь на руки, а вставал опираясь на стопы. Но в его и снаде Халид Ибну Ильяс, он является оставленным передатчиком. То есть этот хадис очень слабый, не годится в довод. Также из этих хадисов хадис Ваиля Ибна Ходжера у имама Насаи, Каль. Ваиля Ибна Ходжер говорит, Раиту Расулу Аллаху алисаляму, я видел, как посланник Аллаха, саллаллаху алисаляму, и на саджида, лаула аруббатый, и кабле ядаи. Когда совершал земной поклон, ставил свои колени перед руками. То есть, это еще отдельный вопрос, так или нет. Когда ты уходишь на земной поклон, что нужно опускать на землю впервые? Колени или что? Или руки, или кисти рук. Говорит Ваиля Ибна Ходжер, я видел, как посланник Аллаха, саллаллаху алисаляму, когда уходил на земной поклон, ставил свои колени перед своими кистями рук. А когда вставал, то есть, земной поклон, на следующий ракат, поднимал руки перед коленями. Поднимал руки перед коленями. Отсюда что берется? Что он не опирался на руки при вставании. Так или нет? Вауа даит. Но этот хадис является слабым. В его иснате Шарик Аль-Кады в Акад Хулифа. И ему противоречили другие передатчики. Шарик Аль-Кады даит. Так или нет? Слабый. И к тому же ему еще противоречили другие передатчики. Фаравау, гайру, мурсалян, вауасах. И другие передатчики передавали этот хадис в форме мурсаль. А мурсаль, как известно, слабый хадис. И эта передача более правильная. Это второй хадис. Второй хадис тоже какой? Слабый. Первый очень слабый, второй слабый. Вауизалика хадис Ибн Умар Айнда Абедауд. И из этого также хадис Ибн Умара у Абудауда под номером 992. Каль говорит Ибн Умар Посланник Аллах запретил человеку опираться на свои руки, когда он встает в намазе. Вместе с встает земного поклона. Но этот хадис отхолотый, от общей группы, то есть недостоверный, несохраненный. Шаза Мухаммад Ибн Абдул-Малик Аль-Газзаль Причина отклоненности человек, которого зовут Мухаммад Ибн Абдул-Малик Аль-Газзаль противоречит ему в этой передаче и передают его от Абдул-Раззака, то есть этот хадис с другими словами, то есть не теми словами, которые передал Мухаммад Ибн Абдул-Малик Аль-Газзаль. Так вот, другие передают со словами Пророк запретил человеку садиться в намазе при этом опираясь на руки. То есть запретил сидеть в намазе опираясь на руки. Понятно меня? Так пришел этот хадис и в нем нет того, что запретил подниматься в намазе опираясь на руки. В нем пришло как? Запретил сидеть в намазе опираясь на руки. Ибн Абдул-Малик Ибн Абдул-Малик Ибн Абдул-Малик Ибн-Исхак Аль-Куфи, Мутафакун Аля Баффи. И он является кем? Единогласным. Единогласное мнение ученых относительно него, то, что он является слабым. То, что он является слабым. Стоит. И, кстати, передачик Абдурахман Ибн-Исхак приходит в веснадах хадисов, в которых приходит упоминание имени Всевышнего Аллаха Аль-Мурсин. И из-за этого передачика некоторые из ученых сказали, что имя Мурсин не является установленным относительно Всевышнего Аллаха. То есть говорят, что нет на это доставленного довода, так как в веснаде вот этот человек. Абдурахман Ибн-Исхак Аль-Куфи. Слабый, единогласный. Но относительно того, является ли имя Мурсин именем Всевышнего Аллаха или нет, мы разберем, Абдурахман Ибн-Исхак Аль-Мурсин. И правильным относительно этого вопроса является первое мнение. Сколько всего мнений? Два мнения. Правильным является первое. То, что вставать после сидения на следующий ракат нужно как? Опираясь на руки. Понятно или нет? Какой довод на это? Хадис. Кого? Малик Ибн-Исхак Аль-Мурсин. Потому что он показывает, как пророк совершал намаз при вставании, опирался на руки. И это явный довод в этом вопросе. Достоверный, в котором нет что сомнений. Саи Фаида Хали Ибн-Ураджа Фильфад. Примечание говорит Ибн-Ураджа в книге Фад. Большинство ученых считает, что нет непосредственной связи между сидением отдыха и между опиранием на руки. Между тем, чтобы опираться на руки. Фахаткан Аминас Саллиф Ман-Я'атамик. Уаля Яджли Нилистераха. Среди саллифов были такие, которые вставали, опираясь на руки, и при этом не садились на отдых. То есть после земного поклона не садились, сразу ставили руки на землю и вставали. Так. Минхум из них Рубады Ибн-Унусей, а также Хакару, передается это от Абу Райханы, который являлся сподвижником. И это мнение шафиитов, а также мнение имама, мнение ханбалик. Фаинна Асхаб Аш-Шафия Калю. То есть шафииты сказали, Я Атамид Салла Кульна Яджли Салла Кульна Яджли. Человек пусть опирается на руки при вставании, без разницы садится он на сиденье отдыха или не садится. Фаинна Асхаб Ахмад не сказали ханбалиты, Я Атамид Салла Кульна Яджли Салла Кульна Яджли. Не должен опираться на руки, без разницы садится или не садится. То есть два противоположных мнения. Это к чему Ибн-Унусей говорит? Потому что нет прямой связи. Некоторые могут подумать, что человек опирается на руки только если он сядет. Не обязательно. Если человек не садится, все равно пусть опирается на руки. Понятно ли это? В культу говорит шейх Мамад Гизам, И эти слова Ибн-Унусей укрепляют, Укрепляют, точнее нам, Укрепляют наше предположение относительно Асаров от Ибн-Унумра и Ибн-Аббака. Которые мы зачитывали во время разбора вопроса о сидении на отдых. Потому что от них пришло то, что они вставали, опираясь на стопы. То есть не опирались на руки. При этом шейх Мамад Гизам что хочет сказать? Даже если пришло от них, что они опирались на стопы, а не на руки, Это не означает, что они не садились на сиденье отдыха. Понятно ли? Потому что нет связи между этим и этим. Человек может опираться на стопы и при этом посидеть. Так или нет? Говорит Поэтому мы уже что перевели. Знаешь, окончательное мнение вопрос какое? То, что человек после сиденья отдыха, То есть прежде чем встать на сей широкат, если он садится, И даже если не садится, так при вставании, Что с умным и желательным действием является опираться на руки. Понятно ли нет? Опираться на руки. Желательно. И постановление этого, что это желательно. Так как относительно этого пришло действие пророка, И не пришло относительно этого никакого приказа.